добрый день дорогие друзья сегодня мы снимаем очередное видео на тему которая в общем-то до недавних пор очень волновала что ли приезжих в южную корею особенно из стран снг потому что в странах снг у нас очень распространен такой продукт молочный продукт кефир я знаю что очень многие любят этот продукт просто некоторые просто любят а некоторым просто показан по состоянию здоровья этот кефир и первые приезжие сюда они жаловались что кефира нету в корее нет кефира и на сегодня на сегодняшний день эта проблема здесь решена я хочу сразу подчеркнуть что в корее молоко и раньше молока не было не продавалось молоко а сейчас молока много очень разных сортов разных сортов жирности но кефира йогурта как такового вот настоящего нету есть если есть магазинах то это такой питьевой йогурт и чем он отличается а он отличается тем что люди пробовали на основе вот этого питьевого йогурта сделать например свой йогурт свой кефир но у них не получалось получалось но это было совсем не то даже я дорогие женщины пробовала одно ну как то раз тесто приготовить на основе кефира и у меня не получилось потому что оказалось что вот этот молочный йогурт который в корее производят он у него состав совсем другой и у меня тесто не получилось вот но сейчас эта проблема еще раз повторяю решена и и особенно это касается тех людей которые здесь в корее живут приезжие вот дело в том что до недавних пор с недавних вернее пор мои внуки они являются официальными дистрибьюторами украинской компании виво украинская компания виво она производит вот эти вещи вот они все перед вами вот вот эти имея вот в наличии вот эту закваску что ли можно без проблем в домашних условиях изготовить что кефир что йогурт что пробио и бификит сейчас я вам постараюсь вкратце рассказать о каждом из них но это обыкновенный кефир обыкновенный кефир вот написано если внимательно присмотреться то здесь на коробочке вот тут вот на русском языке вот тут написано приготовить как приготовить все этапы все указано что делать как делать сколько брать чего брать сколько часов это содержать все очень просто но это обычный кефир я уже делала получается очень вкусный кефир пойдем дальше вот этот йогурт поверьте мне что этот йогурт это не тот который продается в корее питьевой йогурт это совсем другая вещь здесь тоже если вы обратите внимание тоже как приготовить этот йогурт если вы приобретете вы прочитаете тут все написано так пойдем дальше вот хотелось бы мне вот на это обратить тут написано бификит то же самое инструкция подробно вот здесь что такое бифики оказывается бифики это йогурт для детей грудничков вот например у мамы молока не хватает или наступил возраст когда ребенка уже надо чем-то кроме грудного молока еще прикармливать да и и дети очень любят вот попробует один раз они очень по любят этот в общем напиток эту продукцию вот теперь сразу хочу обратить внимание вот здесь написано три штамма бифидобактерий вот три штамма бифидобактерий так еще не рассказала а вот тут у йогурта написано для живого домашнего йогурта вот 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 написано так вот сразу забыла вам сказать для живого домашнего кефира написано и вот здесь вот в конце концов четвертая продукция про био йогурт тоже про био йогурт вот здесь написано 10 штаммов бактерий 10 штаммов бактерий оказывается корейские йогурт питьевой он оказывается в своем составе не имеет вот этих бифидобактерий которые так необходимы для приготовления вот этих всех блюд так еще раз хочу повторить что эту продукцию могут приобрести жители южной кореи мы потом в конце вам укажем значит где можно приобрести эту продукцию вот а сейчас мне хочется вам я конечно все не буду готовить а вот один из видов я бы хотела приготовить ну вот давайте возьмем этот кефир возьмем кефир нужно будет вот здесь в составе в этом коробочке 4 саше но 4 пакетика так скажем вот я вскрываю эти пакетик сейчас так прилепили надо было порвать ну ладно вот так и опять таки посмотрите здесь инструкция на нескольких языках в том числе и на русском языке как готовить сколько чего брать и так далее и так далее вот я сворачиваю и откладываю посмотрите вот они 4 так называемые саше вот 4 саше перевернулась перевернулась вот эфир красочно так украшены еще и бананы нарисованы да так ну сложу я их конечно что такое один пакетик один пакетик он рассчитан на приготовление кефира от 1 до 3 литров от 1 до 3 литров я готовила уже вот и поверьте я высыпала на 1 литр молока я высыпала половиночку этих вот этих бактерий что ли до этой закваски половина но тот кто хочет чтобы побыстрее этот тону не экономит что ли можно прямо целый пакетик на 1 литр а вообще этот один пакетик предполагает приготовление из трех литров трех литров кефира при это предполагает приготовление что мы сейчас с вами дорогие женщины сделаем мы сейчас вот у меня в руках значит мерная кружка я сейчас не буду много делать потому что у меня уже ну мне сейчас нет такой необходимости я сейчас здесь половина отолью молока да и по останется у меня в пакете половина литра вот так ой про ой простите это я закрою друзья хочу предупредить сразу что молоко должно быть либо комнатной температуры либо должно быть более 30 градусов но не более 40 градусов вы знаете что температура нашего тела 35 36 ну 36 градусов среднем да и когда я вот так вот дотрагиваюсь я должна почувствовать что это моим рукам тепло значит температура соответствует теперь я должна вскрыть вот этот один пакетик один саше и давайте я сейчас вскрою и на эти пол литра я ну давайте половинку я высыплю половинку так а я сейчас возьму ложечку высыплю и посмотрим как я должна еще предупредить вас дорогие женщины что я первое время когда делала этот кефир я значит целях экономии и по тем временам по тем временам когда мы там жили я что делала я экономила эти эту закваску и я вот выпили кефир взяла оставила граммов ну 70 граммов 100 этого кефира и следующий раз для приготовления кефира уже не вскрывала вот эти пачки а я молоко нагревала и старый кефир туда выливала а потом мне мои внуки сказали что так конечно можно но кефир будет уже не того качества в нем погибают вот эти постепенно чем дольше я буду делать погибает вот эти полезные вот эти бифидобактерии поэтому делать этого не нужно не надо экономить то есть вы по по сути просто будете пить кислое молоко без всяких этих бифидобактерий вот я сейчас высыплю все содержимое вот нету пустой пакетик посмотрите сколько всего тут ну совсем чуть чуть тут совсем я сейчас ну вот так мне поможет поделю пополам вот так тут уж прямо точности не требуется потому что предполагает и можно и все высыпать высыпать и половинку можно высыпать и четверть можно высыпать если уж так экономно действовать да вот так вот посмотрите я высыпаю половиночку сюда в молоко вот сейчас у меня молоко ну температура подходит ну еще пальцем это так а остальное высыплю назад так теперь прищипнул вот так чтобы не просыпалась вот так опускаю назад в свой домик так и держать это нужно в холодильнике не просто на кухне обязательно нужно в холодильнике держать ну мы потом холодильник а сейчас я беру ложечку и все то что я сюда высыпала я должна тщательно размешать 16 24 часа да 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 я сейчас ну я считаю что размешалось оно достаточно хорошо теперь значит производители рекомендуют держать вот этот состав это молоко с этой закваской держать можно при комнатной температуре можно но еще лучше значит я и при комнатной температуре держала сутки но это нужно обязательно укутать вот так например вот такой салфеточкой допустим крышкой можно накрыть укутать вот так да вот таким образом аккуратненько со всех сторон чтобы не сквозняков ничего не было укутать и можно держать еще даже можно сверху укутать можно держать сутки но вы знаете что у меня было я однажды молоко хорошенечко так нагрела но не так что прямо сварились что ли эти бактерии а так хорошо нагрела взяла хорошенечко укутала утром рано я это сделала ну где-то часиком может быть ну не 8 9 6 часов когда я обратилась к моему кефиру смотрю а он уже готов и прямо такими пластами он знаете отделяется вот то есть это зависит от температуры даже тут предполагает тут написано даже можно держать готовить его специальных микроволновых печах в специальных вот вот тут вот нарисовано вот посуда мультиварка специальные есть йогуртницы в них нужно но у меня такого нет я буду держать в тепле укутов буду держать где-то ну давайте я подержу 6-7 часов затем когда здесь делается этот кефир мы вам покажем друзья я вам обещала что мы выждем 6-7 часов и покажем готовый продукт что из этого получилось вот вы помните да что мы в эту кружку молоко налили бактерии опустили сюда и вам сейчас покажу что из этого получилось хочу сразу предупредить если бы мы подольше подержали наверно кефир получился бы еще гуще а вот сейчас а вот посмотрите обратите внимание а я вот так буду лишь чтобы вам было видно вот вот так сейчас вот так и наверно с вашего позволения попробую на вкус вкусный в меру кислый приятный такой да лично я может быть бы надо было бы еще подержать тогда бы он гуще получился но так вообще очень хороший детям пить конечно будет замечательно вот такой кефир у нас получился вот он посмотрите видите вот еще раз повторяю что для того чтобы организму была польза нужно именно использовать вот эти самые разработанные наукой бифидобактерии вот пожалуйста пользуйтесь вот этой продукции и хотим вам сказать что тех кого заинтересовал этот продукт значит мы оставим ссылку в описании вот обращайтесь и даже номер телефона там будет указан обращайтесь пользуйтесь этим продуктом особенно рекомендую мамам у которых маленькие дети вот этот вот бифи кит кит это ребенок кит посмотрите очень полезный продукт вот если вам понравилось наше видео пожалуйста поставьте нам лайки подписывайтесь и спасибо за комментарии которые вы нам посылаете на этом разрешите попрощаться с вами пока пока до свидания